Теперь нужно несколько слов сказать о том, что такое организация освобождения Палестины. Это тоже очень важный момент. Организация освобождения Палестины была создана в 1964 году в Восточном Моиусалиме решением Лиги Арабских стран. Что такое освобождение Палестины в 1964 году? Это очевидно освобождение Тель-Авива и Хайфа, а вовсе не Иудеи и Самарии. То есть понятие палестинские территории, которые надо освобождать, организация освобождения Палестины, имела совершенно другое представление, когда эта организация создавалась. Тем самым сама идея освобождения Палестины – это идея уничтожения Израиля. Потому что в 1964 году под Палестины они имели в виду только Тель-Авив и Хайфа. Теперь, один мой знакомый такой любит фразу, что прежде чем разговаривать с организацией освобождения Палестины, пусть она хотя бы переименует себя в организацию освобождения половины Палестины. Но если она собирается освобождать Палестину в 1964 году, то соответственно, значит, как можно и говорить. Теперь, надо сказать, что организация освобождения Палестины под Палестиной имела в виду Иорданию тоже. В 1970 году в самой Иордании, в лагиях палестинских беженцев, они поняли восстание против короля Хусейна и, соответственно, пытались его свергнуть власть Хошеминской династии. Кауль Хусейн давил их танками, без всяких разговоров, и поэтому они все бежали в массовом порядке и в Израиле спасались через Иордан, перебегая, соответственно, очень-очень большая речка, ее можно спокойно форсировать, и в Сирию и Леван. И когда палестинская организация теористически называется Черный Сетябрь, это вот она потому, что они именно в Черный Сетябрь 80-го года восстание палестинцев против Хошеминской династии в Иордании. Теперь, после этого они укрепились в Ливане, и началась Гражданская война в Ливане. Гражданская война произошла потому, что Ливан как государство имеет некую равновесие из шиитов, суннитов и деузов и христиан. И когда установилась Конституция Ливана, то там эти посты расписаны, президент должен быть христианином, а премьер-министр обязательно станет с суннитом, допустим, а президент парламента с шиитом и так далее, чтобы было равновесие властей. Как только туда внедрилась огромная группа палестинцев, так называемых, это не то, что это народ, но это группа организованная, Палестинская, значит, организация сооружения Палестины, они тут же начали Гражданскую войну за переделой Ливаны. То есть, куда бы палестинцы, как организованная группа, ни попали, они всюду начинают вести войну. И это общий принцип, просто потому, что они ничего другого в жизни никогда не умели делать. Их не пустили ни во что другое в арабских странах, их тренировали на войну с Израилем. Соответственно, на войну с Израилем были на войну со своими, и они участвуют во всех этих бесконечных войнах в арабском мире. Ну, некой параллелью может служить, что после того, как испанцы и португальцы провели реконкисту, то есть захватили пиенейский полостов у арабов, то дворяне Испании и Португалии убили только одно, они умели воевать. Поднесели на корабли и стали завоевывать Африку португальцы, а там испанцы, там новый свет, и поделили глобус. Здесь, вы знаете, в 1521 году было испано-португальское соглашение о разделе глобуса. Что все, кроме старого света, весь новый свет, то есть только к двумстану, в Истании и к Португалии. Западное полушарие к Испании, а восточное полушарие к Португалии. В этом, соответственно, полугальцы стали осваивать Африку, а испанцы новый свет. А серединку они провели в Атлантическом океане, между западным и восточным полушарием. Но они не очень знали географию тогда, и поэтому немножко ошиблись, и появили меридиан так, что он попал на выступ Южной Америки. И как честные дворяне, эту территорию отдали Португалию, это называется Бразилия сегодня. Поэтому Бразилия говорит о португальности только потому, что в 1920 году Испания и Португалия разрезали глобус. Вот. Ну это, как бы, так сказать, экскурсы мелкие, исторические. Но, то есть, мы ведемся к тому, что, поэтому точно так же, как испанские дворяне не умели ничего, кроме того, как воевать, и завоевали свое, и пошли дальше, так же и вся, как бы, вот эта палестинская группа не умела ничего другого, кроме того, как воевать с Израилем. И поэтому она воевала с Израилем, а так же воевала с Суну Среди Оранов. Куда бы они ни попадали, их главным бизнесом является война. Так они устроены, не потому что они люди такие, потому что так условия их воспитали уже несколько поколений. Поэтому, скажем, в секторе Газы, чем они занимаются, они стреляют по Израилю. Они не занимаются обустройством своего населения, они не занимаются своей экономикой. Все, чем они могут заниматься, это только война. Поэтому их перевоспитывать, это много поколений, это не договор о мире. Это много поколений, которые должны перевоспитать их на другую совершенно ситуацию. Для этого все должны будут к другому начать относиться. И постепенно, через 2-3-4 поколения, из них могут выйдут другие люди. Но не быстрее. Быстрее, чем за 2-3-4 поколения здесь не справиться. Вот. Значит, ну, в посылку, значит, в Израиле есть левые и правые. И те и другие, это примерно по 25% населения, а все посредине, серединка, которая просто хочет, чтобы было тихо и мирно. Правые осваивали Евгению Самарию, а левые мечтали ее отдать. Опять, причина, по которой левые хотели отдать Евгению Самарию арабам, заключалась уже не только в том, что они хотели просто мира, а потому что это обусловлено их идеологической программой. Это тема отдельной лекции, идеологические программы разных двух в самом Израиле. Сказал, что Израиль еще ни разу не упустил случай создать себе проблемы. И поэтому в 92-м году, когда они пришли к власти, они начали переговоры с организацией освобождения Палестины, которые были незаконными, международная террористическая администрация, и подписали с ними договор ОСЛА, по которому еще один раздел, раздел ОСЛА 93-го года. Вот он здесь на ИСОН. Здесь зоны А, Б и Ц обозначены не как они были в 93-м году, а как они сейчас. Сектор Газа не был тотально арабским. И здесь, скроме того, не очень видна разница между зонами А и Б. Они совершенно разные. Итак, значит, в 93-м году был подписан договор ОСЛА. Основные принципы этого договора были такие. Иудеи, Самареи и Газа делятся, вся эта территория на три зоны. Э, Би, А, Би и Си. Зона Эй – это арабские города, где полная власть Палестинской автономии, которая была создана в 93-м году по договору ОСЛА, которая имеет в этих зонах власть и муниципальную, и военную, ну или безопасность, то, что называется. Там есть палестинская полиция. Израиль имя сдал автоматы. Фантастическая идея, да? Израиль, то есть договор ОСЛА, вот есть такой чудовищный ущерб Израилу. Но кто виноват в этом? Только сам Израиль. Ну, этот принцип, что арабы не упускают в случае упустить случай, а евреи не упускают в случае создать себе проблемы, то он очень хорошо действует. Теперь, значит, зона А – это арабские города, где, я бы сказал, полная власть Палестинской автономии и безопасности, и муниципальная. Зона Б – это такие арабские деревни, где муниципальная власть у Палестинской автономии, а военная власть у Израиля. Безопасность у Израиля, и там палестинская полиция не имеет права действовать. А зона С – это там, где полная власть Израиля и муниципальная, и безопасность. Теперь, зона С – это примерно половина, немножко больше территории Иудеи и Самарии. То есть, вот, видите, на этой карте красная – это А и Б, а белая – это С. И это объемлющая зона, а А и Б – это куски внутри зоны С. Теперь, по этому договору все еврейские поселения оставались на месте. В течение пяти лет нужно было как-то договориться об окончательном ульюбургировании. То есть, пять лет было выделено в 1993 году. Давно прошло, прошло 20 лет уже. Теперь, левые основывались, подписывая договор, мы расслабились на том, что теперь арабы будут сами заботиться о себе, мы теперь не будем оккупантами. Это для них самое главное, чтобы мы не были оккупантами. Если мы оккупанты, то это плохо, ужасно. А, то есть, главное, что их волнует, как бы вот моральный принцип. При этом полностью игнорируется и историческая справедливость, и мораль конкретная реальность, и прагматизм, и законность. Главным выдается, что мы будем оккупантами, как ужасно. Мы евреи-оккупанты. Представляете, как нехорошо. Этого никак нельзя допустить. Было представление левых, что они теперь будут сами заботиться о себе, и главное, что мы сильные. Дверхушку их мы, конечно, купим, и, конечно, они все будут в нашей стране. То есть, это полное опять перекладывание своей головы в головы, значит, как должны вести себя арабские лидии, если мы им дадим вот эту палестинскую автономию. Реальность оказалась абсолютно противоположной. Как только создали палестинскую автономию, первое, что они начали делать, это лаборатории по производству взрывчатки, и тут же все школы и все СМИ стали воспитывать террористов-самоубийц, в результате появился невиданный всплеск террора. Да, то есть возникли невиданный всплеск террора. В этот момент, как раз, в Израиле стали взрываться кафе, и взрывались автобусы, и постоянно это слышали. На этом фоне резко упала популярность террора. Сначала она была очень высокой, когда он подписал договор Остла, то Сейденка перешла на его сторону. Он сказал, ну как, видите, он же подписал договор о мире. То есть людей волнует не мир, людей волнует бумажка, на которой написано договор о мире. Это вот, как я бы сказал, я бы назвал, что фактически на всем Западе есть тотальный карго-культ. Знаете, что карго-культ? Карго-культ это когда во время Второй войны, скажем, везли на самолетах там, допустим, еду. И потом какие-нибудь там туземцы стали думать, что эти самолеты это такие штуки, которые везут еду. И стали делать фанерные самолетики, привлекая эти самые самолетики, которые привезут еду. Они не знали, что была Вторая война, что им еду привозили, потому что там была американская база. Они всего реальности не знали. У них есть карго-культ. Самолетики везут еду. Поэтому на Западе очень принято смеяться над карго-культом там всех них туземцев, полинезийцев. Потому что сам Запад, у него на самом деле тотальный карго-культ терминов, что как будто бы термины решают ситуации. Договор о мире как будто бы он несет мир. Как будто бы оккупация это плохо, потому что вообще-то оккупация это плохо. То, что людям из этого гораздо лучше, это вообще не берется в расчет. Не осматривается реальность. Это карго-культ терминов. В этом же смысле, например, скажем, надо еще объяснить очень важный момент, что Иудеи и Сфория это очень особая территория с точки зрения международных законов. Мы сказали, что стоит... Это вопросу юридическому. Юридическому, да? Мы упомянули раньше, что по балдату легитации вся территория Палестины, которая еще не только Иудеи и Смарии, но и туда, на тот берег Иордана, на восточный берег, евреи там могут селиться. И она не мог быть отдана никакому другому государству. И в частности, сначала эта территория, значит, она принадлежит Османской империи, потом Британия ее контролирует, но не владеет. Мандат это не владение, это не часть Великобритании, это контроль Великобритании. Она предназначена для будущего еврейского государства. После этого Иордания аннексирует Иудею и Смарии в 50-м году, а в 88-м году Иордания отказывается от Иудеи и Смарии. И с этого момента в Иудее и Смарии есть полный вакуум суверенитета. Турецкой империи давно нет, британская мандата как де-факто его нет. Палестинцы от государства в свое время отказались, арабы Палестины, Иордания захватила, аннексировала, потом отдала. Поэтому сегодня в Иудее и Смарии не существует ничьего суверенитета. Это совершенно поразительная вещь. Эта территория, самая важная библейская часть страны Израиля, эта территория, самая историческая здесь находится, старый город Иерусалима, Хеврон, Шхем, то есть места, в которых была библейская история. Самые главные библейские места это и есть Иудеи и Смарии. Самые важные события истории человечества библейские здесь происходили, при этом ни одна страна не имеет суверенитета. Другая территория, на которой ни одна страна не имеет суверенитета, это Антарктида. Больше кроме Иудеи и Смарии и Антарктиды в мире нет таких земель. Атарктиды суверенитета? Нет, есть земли, на которые претендуют два государства. Скажем, Стеана А считает, что это ее территория, Стеана Б считает, что это ее территория. Таких полно, спорного суверенитета. Но чтобы не было ничьего суверенитета, такого не бывает, кроме Иудеи и Смарии и Антарктиды. А, когда Иордане оказалось, она решила прав? Она их решила, да, она их решила, прав Иорданцев. Они больше не Иорданцев. А кто они так называют? А теперь они стали ничьи. Они плачевны? Они взяли себе. Секунду, секунду, секунду. А что мешали Израилу? Открывается этот принцип о создании спирт проблем и оберегирования? Я могу ответить на любой вопрос, только последовательно. И могу ответить на три вопроса одновременно. Поэтому вопросы получили. Итак, жители Иудеи и Смарии до 88-го года, или 84-го года, сейчас я не помню, имели Иорданское гражданство. Теперь, Израиль им всем выдавал определенные документы, как контролирующие государства. Люди рождаются, происходит смена гражданского статуса. У них у всех были израильские удостоверения личности негражданина. Уже строение личности жители Иудеи и Смарии. Теперь, то, что они лишились Иорданского гражданства, это, по идее, не проблема Израиля, это проблема Иордании. Вы их лишили гражданства, ну и восстановите им гражданство. Почему мы должны им давать гражданство, если вы их его лишили? Теперь, тем не менее, у них документы были выданы Израилем, которые не являются гражданами. Например, в Америке, скажем, вот человек въехал в Америку, может ли он получить заграничный паспорт, может ли он из Гринкарт, он является постоянным жителем Америки, Америка выдает ему проездной документ. Или как паспорт он называется, или как-то иначе он называется, он принимается во всем мире как проездной документ. Поэтому, с чем ездят люди, которые жители Америки и не американские граждане, ответ они ездят с американскими документами. Точно так же, жители Иргей и Самари имели израильские документы, выданные Израилем, которые свидетельствуют не о том, что он гражданин, а о том, что он известное лицо, государство контролирует его личность, знает его личность, из него в нефтусмысленно, как бы, так сказать, отвечает, да, просит к нему отнестись, соответственно, в международном уровне, дать ему проехать. Поэтому до Договороса у них всех были израильские удостоверения личности, только не синего цвета, а оранжевого цвета. После этого палестинская администрация стала выдавать им удостоверение личности палестинской администрации. А вот где они признаются, как они ездят, это отдельный вопрос. Но в принципе, у них возникло органы, которые выдают им удостоверение личности, но не удостоверение гражданина. Потому что вообще-то бывают в мире люди, которые ничего не граждане. А лица без гражданства? Да. Лица без гражданства. Это совершенно нормальный статус. У них страна, в которой они проживают, выдает им документы, которые доставляют их лицам, чтобы они могли ездить. Потому что гражданство это не право передвижения, гражданство это участие в выборах и много всего другого. Вот. Поэтому документы-то у них израильские были, хотя гражданства при этом не было. Но территория является как бы ничьей. Это очень важная метода. Поэтому к этому нельзя вообще применить никакие законы об оккупации чужой территории. Потому что она ничья. Оккупация-то, когда государство А занимает временно территорию государства Б и говорит, я вас занимаю временно, исходя из того, что у нас сейчас война или безопасность этого требует, но в принципе это государство Б. Я признаю, что оно государство Б. Я его себе не беру. И поэтому он его не аннексирует, он его контролирует. Израиль взял, не аннексировал, это очень важный аспект, все, что в войну с независимостью было занято, все было аннексировано. Иудеи и Самарии не были аннексированы. Причина, почему они не были аннексированы, главное, то, что там осталось много большое арабское население. Аннексия означает, что им нужно дать гражданство. То есть они будут участвовать в израильских выборах. После этого израильская система не может функционировать. Просто дать им гражданство нельзя. Исходя из того, что нельзя дать им гражданство полуторамиллионам жителей Иудеи и Самарии, исходя из этого израиль их не аннексирует. А почему их так много? Потому что израиль сам перекрыл мосты через Иордан в свое время. Именно поэтому правые не выдвигали никакой программы чего делать. И вот эта ситуация, когда правые говорят, тянем время, тем временем стоим, а левый говорит, у нас есть программа «Отдадим и будет мир». Она приводит к тому, что в некоторый момент левый пытается отдать, подписывают мирный договор, он взрывается, и тогда народ понимает, что эта программа была неправильной. Да. Все правильные действия всегда можно сделать. После того, как попробовать сделать все неправильные действия, на этом обжечься, все должно взорваться, только после этого народ может сделать правильные действия. Поэтому, с моей точки зрения, это нормальный ход истории. То есть, у него в том, как разделить землю и людей? Нет. 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 Неправильно. 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 Вся проблема... Да. Вся проблема в том, что мы, как евреи, должны принять решение. И так же, как человек оттягивает решение, пока жизнь не заставит. Есть такие люди. Так же и народы оттягивают решение, пока жизнь не заставит. Так устроен мир. Это хорошо постфактум принимать решение. А на практике получается не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова